Здесь настолько глубоко, что передвигаться можно только на грузовом автомобиле. Мы запаслись такими сапогами, но они, увы, нам не пригодились, потому что вода практически по пояс. Дети не могут попасть в школу, взрослые на работу. И так почти неделю дома заблокированы потоком воды. Повезло тем, у кого есть грузовые автомобили. Это единственный шанс хоть как-то выбраться из водного плена. И сам Ахмуда, водитель Газели, он и развозит некоторых детей в школу. Никаковые машины не проезжают, же сами видите, все затоплено. В общем, вы отвечаете за образование детей, можно сказать? Детей в школу тоже иногда отпрыгают по-любому. Другого выхода нету, как отправить. Автобус не едет. Приходится отвозить, обратно привозить тоже. Некоторые дети возвращаются с уроков домой по колено в воде. Сапоги уже не спасают. Сапоги не помогают. Просто так намокла. Тебе холодно? Очень. Но приходится ходить вот так в школу? Затоплены десятки домов и дворов. У многих испорчены ремонты мебель. Вода пришла и в огороды. Правда, когда не надо. Здесь-то выше колени. Там до пояса. Кроме того, непогода сказалась и на домашнем хозяйстве. Так и Наят Агаханова спасает своих кур, переместив их в кузов Газели. Нет уже другое место. Самый, который был наш выход, вот этот око. Другой выхода нет. Нет сухого места у нас вокруг вообще нигде. Жители говорят, проблема из-за того, что канализационная система засорена, не исправляется с обильными осадками. Кроме того, выведена она в неправильном направлении. У нас неправильно поставленная канализация. Эту канализацию должны были провести до военных. Туда не пустили нас. Нас обманули. Сказали, специальный насос будет. Теперь эта канализация, наша канализация идет в город, туда соединено. А туда она не проходит. Постоянно вон. Там подъем? Да, постоянно вон. Невозможность. В мэрии говорят, они в курсе ситуации. Направлена техника для откачки воды затопленных улиц. Однако очевидно, что для полного решения проблемы жителей этого недостаточно. Нужен комплексный подход, а именно отремонтировать канализацию, установить ливневки. В администрации Каспийска отмечают, вопросы будут решаться поэтапно. Вся эта проблема не только этих улиц, это проблема в целом города. И эти проблемы решаются. Ну, очевидно, что прокачка воды, это все не решит в таком масштабном плане. Сначала уберем воду, а дальше будем решать проблемы по мере их поступления. Желание чиновников решать людские вопросы поэтапно, это, конечно, лучше, чем отсутствие реакции вообще. Ну, а пока картина следующая. Жалобы поступают, вода не отступает, а власти думают. Патемат Ханапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Каспийск.